всем привет друзья итак вы на канале битрайдер в этом видосе я хочу рассказать вам как можно купить мотоцикл то есть на какие деньги на какие средства то есть я вам на своем примере расскажу как у меня это было я не буду вам говорить конкретно что делать я просто натолкну может быть и вас на мысль именно как нужно при этом мыслить чтобы добиться этой желанной цели как у меня все это было я на самом деле я не богатый человек у меня доход даже скажем так ниже среднего по стране и вообще то есть да я живу как вы можете видеть я живу в студенческом общежитии то есть это всего лишь одна комната ну такого знаете гостиничного типа то есть в этой комнате есть душ есть туалет то есть принципе все от все что нужно для полноценного жилья у меня также есть мультиварка в которой я себе готовлю в комнате несмотря на то что у нас есть общая кухня ну да ладно это сейчас не об этом так вот когда-то давно когда-то давно у меня была как бы мечта привести себе мотоцикл но на тот момент она была недосягаемая и она была не до конца оформленная так скажем не сформированная мечта просто да хотел провести мотоцикл когда-нибудь ну и вроде как на этом все долгое время я ездил на скутере меня авто устраивало так вот в какой-то момент ну в силу обстоятельств у меня возникла мысль все надо переходить на мотоцикл и я возьму себе 125 начал смотреть 125 кудом они недорогие относительно нас смотреть на вторичном рынке то есть у меня была цель взять yamaha 100 и узы f по моему 125 это спортивная yamaha модель я надеюсь правильно сейчас назвал это не ёбрик который а именно спортуха но 125 к вот она мне внешне очень понравилось стал смотреть изучать вторичный рынок но как оказалось что на вторичном рынке в германии этого мотоцикла просто практически нет то есть предложение нет на не наверное настолько хороши что их просто покупают и не продают новые пожалуйста в любое время так вот я думаю ладно вторички нет новые в принципе ценник около 5000 до начал думать как это все можно приобрести искать нюансы где можно занять где можно в кредит взять что можно продать где можно немножко там под накопить сколько мне понадобится поработать чтобы отложить там какую-то стартовую сумму и так далее то есть мозг начал активно работать и искать варианты принципе когда вот начинает мозг таким образом работать он начинает реально думать и ты поражаешься потом насколько это эффективно вот именно при таком раскладе думать и ты все через какое-то время скажем через месяц даже меньше я уже знал где я возьму эти деньги понимаете еще до того момента как я решил я понятия не имел где я возьму 5000 евро скажем так чтобы купить новый мотоцикл но когда я поставил себе эту цель именно вот купить мотоцикл я быстро нашел это решение то есть я сам это удивился этому ну да ладно дальше больше когда время подходило то есть возможность то есть финансовая у меня стала прорисовываться уже отчетливо то есть я уже понимал что это 5000 я найду стопудово сто процентов я стал задумываться а может мне не стоит брать ямаху 125 может быть не взять кавасаки 400 ку скажем там или может быть да то есть у меня была была мысль взять потом уже так точно вторая это была кавасаки 400 к она стоит подороже но она не сильно дорого дороже стоит чем тоже ямаха 125 к честно сказать ямаха стоила скажем около 5000 а 400 к где-то ну порядка около 6000 то есть небо 1000 евро всего лишь переплатите уже не 125 к 400 к то есть я уже стал нацеливаться именно на этот девайс стал опять же думать и опять же чем больше время проходило тем больше я находил способов где подзаработать где взять где занять то есть все я уже понял что у меня в принципе хватает грубо говоря на четырехсотку ну тут я подумал а сколько стоит 600 ниндзя 650 ниндзя 650 стоит еще там на тысячу полторы дороже где-то так я думаю ладно чем не это 400 как-то несерьезно опять же насмотрелся разных блогеров и все я поставил себе цель 650 ку я даже съездил в автосалон посмотрел посидел все то есть и когда опять же цель под уже близилась именно к этой сумме я понял о чем не это 650 к я возьму себе honda cbr 650 4 цилиндровый полноценный байк и вы знаете я его взял я его честно взял реально то есть началось все с того что я вас желал ямаха 125 ку и потом вот в процессе того как я шел к этой цели а за это всего лишь заняло мне около полугода я немножко апгрейдил свою мечту и дошел до того что я смог себе позволить honda cbr 650 rr новую 2020 года не бушную с нуля заметьте а на тот момент когда я вас желал 125 ку я даже понятия не имел где я возьму 5000 на эту 125 ку это я сейчас говорю только про те деньги которые нужны только на мотоцикл помимо еще нужно сдать на права помимо этого нужна экипировка и ты 5 10 я сейчас эти детали просто опуская просто я хочу рассказать вам и в эволюция вот этой мечты поэтому ребята если вы чего-то хотите и действительно и именно хотите нутром вы себя представляете на пусть и на этом мотоцикле вы знаю вы видите как вы едете то есть вы закрываете глаза и вы видите вы это чувствуете вот это значит вы хотите начните желать велосипед с моторчиком электроскутер или еще что-то поставьте себе такую близкую досить близко досягаемую цель не так что вот у меня вас сейчас нет средств нет работы нет вообще возможности вы вас желали литровый спортбайк который стоит 15 тысяч долларов или евро естественно это цель это цель реально выполнимая но она в долгосрочной перспективе поставьте себе вот именно реальную цель где я могу взять деньги на электроскутер там продам playstation там подработаю там подработаю и через два месяца как раз хватит на электроскутер когда подойдет время вы скажете да нафиг я этот электроскутер я еще он там еще час подработаю там вот наклеил на к наклюнулась работенка там и все и вы возьмете уже что-то более серьезное то есть ставьте такие и реально маленькие но досягаемые цели тогда вы точный добьете сейчас у меня возникла такая мечта это опять же давняя мечта которая у меня лежала где-то там в голове на полках до нужно время но сейчас я хочу попробовать эту мечту реализовать не знаю на как это быстро получится я мечтаю иметь хижину в лесу вот у меня есть такая мечта хижина в лесу то есть это лес это далеко от людей ну не обязательно там сотни километров нет это ну чтобы вокруг не было соседей просто вот как вот классический фильм ужасов смотрели до избушка берег озера лес вот идеально вот эта моя картина которая у меня сейчас в голове вот я хочу просто избушку в лесу это не должна быть избушка с какими-то там удобствами там туалет душ там стиральная машина не тогда должна быть на 1 вот первое скажем это должна быть просто избушка у которой есть крыша которую можно отапливать в которой можно укрыться от дождя и переночевать то есть вот это сейчас моя первичная цель и я чувствую что если я сейчас этой целью пойду то в конце концов у меня будет не избушка а что-то другое и этом возможно будет даже круче чем избушка но начальная цель первый этап это просто избушка в лесу и в принципе я уже смотрел вчера объявление лазил по интернету ценники гуманные даже можно скажем за 10000 евро это стоимость почти стоимость моего мотоцикла можно купить уже избушку естественно какую там развалю ху но сам факт что уже купить можно если я так считаю что я нашел деньги на мотоцикл то я могу точно также найти их и на избушку поэтому ребята еще раз резюмирую то что я сказал если вы хотите добиться какой-то цели какой-то крупной покупки начните мечтать маленькими шагами и какую-то конкретную конкретную цель то есть визуализируйте эту цель почувствуйте что она у вас уже как будто есть и должна быть действительно реальная цель которую можно в ближайшее время пощупать и уже оттуда апгрейдите свою мечту ладно ребята я не хотел затягивать этот видос настолько долго и чтобы ладно все ребят всем спасибо за просмотр ставьте лайки дизлайк если не понравилось пишите свое мнение свой жизненный опыт в комментариях как вы приходили к своим целям наверное людям будет это интересно почитать в комментариях ну а с вами был я вели увидимся до новых встреч всем пока